Кольцо. Милостивый Государь, идут к вам два разговора, жаждущие вашего лицезрения, удостоить их своего приятия. Они уже прежде рождения своего определены доброму вашему духу. Почтение мое к человеколюбивному и кратчайшему батюшке вашему. Усердие мое к вам и доброжелательство к целой фамилии вашей приносит оноя. Душа есть мобилия, препритум, движимость непрерывная. Крылья ее есть мысли, мнения, советы. Она или желает чего, или убегает от чего. Желая, любит, убегая, боится. Если не знает, чего желать, а от чего убегать, тогда недоумевает. Сомневается, мучится, сюда и туда наш шарик качается, мечется и вертится, как магнитная стрела, доколь не устремит взор свой в дрожайшую точку холодного севера. Так и душа, наконец, когда нашла того, кого нигде нет и везде есть, счастлива. Сей один давлеет ее насытить, а без всего глотает воздух с поедающим все дни жизни своей землю змеем. Мнение, подобное воздуху, он между стихиями. Не виден, но тверже земли, а сильнее воды. Ломает деревья, низвергает строение, гонит волны и корабли, ест железо и камень, тушит и разъяряет пламень. Так и мысли сердечные, они не видны, как будто их нет, но от сей искры весь пожар, мятеж и сокрушение. От всего зерна зависит целая жизнь и наше дерево. Если зерно доброе, добрыми. В старости наипаче наслаждаемся плодами, как сеешь, так и жнешь. Весьма я рад буду, если сия книжечка в прогнании только нескольких дней скуки послужит. Но, как я, доволен, если она хоть в капле внутреннего мира поспособствует. Вседорожайший сердечный мир подобен самым драгоценным камушкам. Одна крошечка цену свою имеет. Если станем его одну каплю щадить, только можем со временем иметь целую чашу спасения. Разлив мысли наши по одним наружным попечениям и не помышляем о душе, не рассуждая, что от нее всякое дело и слово проистекает. А если семя злое, нельзя не последовать худым плодам, все нас хитрых оставит, кроме всего неотъемлемого сокровища. Представьте себе смесь людей во всю жизнь, опачив кончину лет своих тоскою, малодушием, отвержением у тех, задумчивой грустью, печалью, страхом, среди изобилия отчаянием без ослабления мучащихся. И вспомните, что все сие зло и родное несчастье родилось от прислушания сих христовых слов. Ищите прежде Царствие Божие. Возвратись в дом твой. Царствие Божие внутри вас есть, а мой прежде внутренность стакана. Но благодарение Всевышнему за то, что никогда не бывает поздний труд, в том, что для человека есть самонужнейшее. В Царстве Божие вдруг, как молния, озаряет душу, и для приобретения веры надобен один только пункт времени. Дай, Боже, вам читать Слово Божие со вкусом и примечанием, дабы исполнилось на вас блажены слышащие Слово Божие и хранящие. Другой разговор скоро последует, а я прибуду. Милостивый Государь, вашего благородия, покорнейший слуга, любитель Священной Библии, Григорий Сковорода. Кольцо. Дружеский разговор о душевном мире. Лица. Афанасий, Иаков, Лонгин, Ермолай и Григорий. Григорий. Четвертый, вмешавшись, возглашает, слыхали вы, что значит египетское чудовище, именуемое Сфинкс? Что за срам? Думаю, что такого вздуру не было и в самом столпотворении. Сие значит, не разговор вести, но, подделывавшись ветрами, вздувать волны на Черном море. Если же рассуждать о мире, должно говорить осторожно и мирно. Я мальчикам слыхал от знакомого персианина следующую басенку. Несколько чужестранцев путешествовали в Индии. Рано вставали, спрашивали хозяина о дороге. Две дороги, говорил им, человеколюбивый старик. Вот вам две дороги, служащие вашему намерению. Одна напрямик, а другая с обиняком. Советую держаться обиняка. Не спешите и далее пройдете. Будьте осторожны. Помните, что вы в Индии. — Батюшка, мы не трусы, — вскрещал один остряк. — Мы европейцы. Мы ездим по всем морям, а земля нам не страшна вооруженным. Идя несколько часов, нашли кожаный мех с хлебом и такое же судно с вином. Наелись и напились довольно. Отдыхая под камнем, сказал один. — Не даст ли нам Бог другой находки? — Кажется, нечто вижу впереди по дороге. Взгляните по ту сторону бездны. Чернеет что-то. Один говорит. — Кожаный мешище. Другой угадывал, что обгорел и пнище. Иному казался камень, иному город, иному село. Последний угадал точно. Они все там посели, нашедшие на индийского дракона. Все погибли. Спасся один, находясь глупее, но осторожнее. Сей по неким примечаниям и по внутреннему предвещающему ужасу притворился остаться за нуждою на сей стороне глубочайшей еруги. И, услышав страшный умерщвляемый вой, поспешно воротился в сторону, одобрив старинных веков пословицу. Боязливого сына матери плакать нечего. Не спорю, будь сия басня недостаточную, но она есть чучело, весьма схожая на житие человеческое. Земнородный ничем скорее не попадает в несчастье, как скоропостижную наглостью. И скажу сприточникам, что бессоветим уловляются беззаконы, есть бы крепки мужу свои уста и пленяются устами своих уст. Посмотрите на людскую толпу и смесь, увидите, что не только пожилые, но и самые с них молочики листят себе, что они вооружены рогом единорога, спасающим их от несчастья, уповая, что как очам их очки, так свет и совет не нужен сердцу их. Сия надежда сделала их оплошными, наглыми в путях своих и упрямыми. А если мой молокососный мудрец сделается двух или трех языков попугаем, побывав в знатных компаниях и в славных городах, если вооружиться арифметикой и геометрическими кубами, пролетев несколько десятков любовных историй и гражданских, и проглянув некоторое число каберниканских пилюль, Во время Оно, Платоны, Солоны, Сократы, Пифагоры, Циссароны и вся древность суть одни только мотыльки над поверхностью земли летающей в сравнении нашего высокопарного орла к неподвижным солнцем возлетающего и все на океане острова пересчитавшего. Тут-то выныряют хвалители, проповедующие и удивляющиеся новорожденные в его мозге премудрости, утаенные от всех древних и непросвещенных веков, без которых, однако, не худая жизнь проживалась. Тогда-то уже всех древних веков речения великий седий пересуживает, и будто ювелир камушки по своему благоволению то одобряет, то обесценивает, сделавшись вселенским судьею. А что уже касается Моисея и пророков, и говорить нечего. Он и взгляда своего не удостаивает всех вздорных и скучных говорунов, зажалеет, будто бы о ночных птичках и нетопырях, в несчастный мрак суеверия влюбившихся. Все то у него суеверие, что понять и принять горячка его не может. И подлинно, возможно ли, чтоб сие терновники могли нечто разуметь о премудрости, о счастье, о душевном мире, когда им и не снилось, что Земля есть планета, что около Сатурна есть луна, а может быть и не одна. Портрет их живо описал Соломон в конце главы 7 в притчах от 20 стиха. С таковыми мыслями продолжает путь к старости бесчисленное сердец множества, язвуя свои заражая нахальные нарушители печати Кесаря Августа, спеши да исподволь. Ругатели мудрых, противники Бога, и предкам своим поколь, вознесшись до небес, попадутся в зубы мучительнейшему безумию, у древних адом образованному, без освобождения, чтоб исполнилось на них, видел сатану как молнию. Да и кто же не дерзает быть вождем к счастью? Поколь Александр Македонский вел в доме живописца разговор о сродном и знакомом ему деле, с удивлением все его слушали, потом стал судейски говорить о живописи, но как только живописец шепнул ему в ухо, что и самые краскотеры начали над ним смеяться, тотчас перестал. Почувствовал человек разумный, что царю не было времени в живописные тайны вникнуть, но прочим Александр Гавума не достает. Если кто в какую-либо науку влюбился, успел и прославился, тогда мечтает, что всякое уже ведение, отданное ему за невестою в приданное. Всякий художник о всех ремеслах судейскую произносит в сентенцию, не рассуждая, что одной науке хорошо научиться, а едва достает век человеческий. Ни о какой же науке чаще и отважнее не судят, как о той, какая делает блаженным человеком. Потому, я думаю, что всякому себе нужно так, будто всякому и жить должно. Правда, что говорить и испытывать похвально, но усыновлять в себе ведение сие дурно и погибельно. Однако ж думает, что всякому легко сие знать можно. Не диковинно дорогу сыскать, но никто не хочет искать. Всяк своим путем бредет и другого ведет, всем-то и трудность. Проповедует о счастье историк, благовестит химик, Возвещает путь счастья физик, логик, грамматик, землемир, воин, откупщик, часовщик, Знатный и подлый, богатый убог, живой и мертвый. Все наседалища учителей сели, каждый себе науку сию присвоил. Но их ли дело учить, судить, знать о блаженстве? В сие слова есть апостолов, пророков, священников, богомудрых проповедников и просвещенных христианских учителей, Которых никогда общество не лишается. Разве недовольно для них небо и земли со всем вмещающимся? В сия должность есть тех, кому сказано, мир мой оставляю вам. Один со всех тварей человек остался для духовных, да и всем самым портной взял одежду, Сапожник сапоги, врач тела, один только владитель тела остался для апостолов. Он есть сердце человеческое. Знаешь ли, сколько огнедышащих гор по всему шару земному? Сия правда пускай тебя обогатит, пускай поставит в список почетных людей, Не спорю, но не ублажит сердце твоего. Сия правда не та, которой Соломон. Правда мужей право избавит их. Твоя правда на шаре земном, но апостольская правда внутри нас. Как написано, Царствие Божие внутри вас есть. Иное дело знать вершины реки Нила и план лабиринта, а другое разуметь истусть части. Не вдруг ты попал в царство мира, когда узнал, кто насадил город афинейский. И не то сердце есть несмышленная и непросвещенная тварь, что не разумеет, где великое и средиземное море. Но душа нечувствующего Господа своего есть чучело, чувство лишенное. Море от нас далече, а Господь наш внутри нас есть, в сердце нашим. Если кто странствует по планетам, бродит век свой по историям, кто может знать, что делается в сердце? Иное то есть веселье, о котором написано. Веселье сердца – жизнь человеку. Пускай бы каждый художник свое дело знал. Больные не могут о пище чувствовать вкуса. Все дело есть здоровых. Так о мире судить одним тем свойственно, чья душа миром ублажена. Счастье наше есть мир душевный. Но сей мир ни к какому-либо веществу не причитается. Он ни золото, ни серебро, ни дерево, ни огонь, ни вода, ни звезды, ни планеты. Какая ж приличность учить о мире тем, кому вещественный сей мир предметом. Иное сад разводить, иное плетень делать, иное краски тереть, иное разуметь рисунок. Иное дело вылепить тело, иное дело вдохнуть в душу веселье сердца. Вот чье дело сие есть. Сколь красны ноги благовествующих. Сим-то обещано сядете на престолах. Всем блаженство, всем мир нужен, для того сказано, сидящим обоим на десяти коленом Израилевым. Вот кто на учительских стульях учит о мире. И сия, то есть католическая, то есть всеобщая наука, чего ни о какой другой сказать нельзя. Все прочие науки не всем, не всегда, и не на все, и не везде нужны. И о всех их, говорит Исайя, пути мирного не познали. И нет суда на путях их, ибо стези их развращены. По ним же ходят и не знают мира. Того ради отступит от них суд, и не постигнет их правда. Ждущим света была им тьма. Ждавшие зари во мраке ходили. Осягнут, как слепые, стену, и как сущий без очей осязать будут, и падут в полудне, как в полуночи, как умирающие восстанут. Правда, что сие несчастье владеет сердцами, населенными невидением о Боге. Но всем же то и речь, что учить о мире и счастье, есть дело одних богопроповедников. Учить о Боге есть, то учить о мире, счастье и премудрости. Они всю тлень оставив, искали и сыскали того, у кого все вещество есть краска, а плод и тень, закрывающие рай веселья и мира нашего. Но прежде усмотрели внутри себя. Все-все оставили. Из сих числа Исайя говорит, Слышал голос Господа говорящего, Кого пошлю, и кто пойдет к людям сим? И сказал, Все я, пошли меня. И говорит, Иди и скажи людям сим. И не дивно, что учил о мире, Когда Христос, мир наш, был с ним. Отрак, вопиед, как веселящийся в жатву, Родился нам, сын, и отдался нам. Имя его великого, совета ангел, чуден советник, Бог крепкий, властелин, князь мира, отец будущего века, Приведу мир на князя, миру и здравия ему, у него. Видите, что дело учить о мире? Да учат те, которые познали человека, У которого мир и здравия. Вот учат о счастье варух. Слышь, Израиль, заповеди жизни внуши разуметь. Смышление, что есть, Израиль? Что, если ты на земле вражьей? Обветшался и на земле чужой, Осквернился ты с мертвыми, Вменился ты сущими в аде, Оставил ты источник премудрости. Если бы путем Божьим ходил ты, Жил бы в мире во время вечное. Научись, где есть осмышление, Где есть крепость, где есть мудрость, Чтобы разуметь совокупно, Где есть долгожитие и жизнь. Где есть светочей твоих и мир, Видите, что в познании Божьем живет жизнь, И свет и долгожитие. И мир, и крепость, и премудрость. Пускай же учат о счастье те, Что говорят с варухом. Блаженны мы и Израиль, Потому что угодное Богу нам разумное. Не видеть Господа, Если лишиться жизни, Света, мира и сидеть в аду. Внемлите сынам Еремеиным, Слышите и внемлите, И вознеситесь, как Господь велел. Дадите Господу Богу вашему славу, Прежде даже не смеркнется, И прежде даже не приткнутся ноги Ваши к горам темным, И пождете света, И там сень смертная, И положены будут во мрак. Если же не послушаете, В тайне восплачется душа ваша, От лица гордыни, И плача вас плачет, И изведут очи ваши слезы. Вот Моисей учит о счастье, Если не послушать, А творить все слова закона сего, Написанные в книге сей, И бояться имени честного и чудного сего, Господа Бога твоего, И удивит Господь язвы твои И язвы семени твоего, Язвы великие и дивные, И болезни злые и известные. Немного пониже, И дает тебе Господь там сердце печальное, И оскудевающие очи, И истоевающую душу, И будет живой твой висеть Пред дощами твоими, И убоишься во дни и в ночи, И не будешь верить житию своему. Вот проповедует Соломон о блаженстве. Страхи Господним упование крепости, Детям же своим оставит утверждение мира. Страх Господень – источник жизни, Творить же, уклоняясь от сети смертной. Благословение Господне на главе праведного. Сие обогащает, И не должна приложиться к нему печаль. Сердце благословения, Благополучие и благоразумие – Все одно значит, Если разживать сиелинские слова. Вот благовестит Павел Христа Божию силу и Божию премудрость. Оружие воинства нашего не плотское, Но сильное Богом на разорение твердям, Помышления не злога и всякое возношение, Взымающееся на разум Божий, Пленяющее всяк разум и послушание Христова. Павел мечом премудрости закалывает мысли, Возрастающие в сердце против Бога, Чтоб покорить все наши помышления, Затверделые Божьему ведению и разуму, И сим нас просветить. И сие это значит, Изгонить бесов. Бес по-эллински значит, Ведение, знания, подлое помышление, Стихийное разумение, Долу ползущее, Непрозирающее в Божии стихии, Исполняющее исполнение. Сие есть родное идолочтение, Не видеть в мире ничего, кроме стихий. Сие есть начало всякого зла и вина, И конец, как сказывает Соломон. Знать, То всемучительнейший страх тревожит сердце, В стихиях лежащие, Видящие оные, Всеминутно переменяемые и разоряемые, Взирающие вдруг и на состав своего пепельного телишка, Тому ж падению подверженного, Но никакой помощи всему злу не находящая. Ничтож, Жебо есть страх, Тот же сын Давидов говорит, Только лишение помощи исущих от помышления, В таковом сердце, Тем менее пища от сладкой и твердой надежды, Чем большее неведение вины, Муку наводящей. Совет истинный и правый помышлений Есть источник отрады. И напротив того, Ничто несчастнее не язвит И не мучит сердечные наши точки, Как темные мнения, Слепые знания и беснущиеся разумения. Теперь видно, Что значит сие Соломонова? В советах нечестивого истязание будет. Устал жущий убивает душу. Куда же обратиться? Нечестивый исчезает. Правда бессмертна есть, Неправда же смерти снабжения. Нечестивые же кричали И словами призывали ее. Подругую вменили ее и истаяла. И завет положили с нею, Ибо достойной суть он и счастями быть. Разорить и умертвить сердце свое Есть единственное и родное злополучие. Сие сокрушение и смерть сердечная Зависит от беспутных мыслей. Ничего кроме стихий, Не видящих. Оно со входа прелестно. Сладок есть человеку, Хлеб же лжи. Но потом исполнится уста его камней. Сии, помышление, Называет сын Сираха языком злейшим. Смерть лютая, смерть его, И пачи его лучше есть. Ад не обладает благоверными, И в пламени его не сгорят. Оставляющие Господа впадут в огонь, И в них возгорится, И не угаснет. Послан будет на них, как лев, И как барс погубит их. Они называются блудницей, Мечом, ехидною, Дикими зверьми, шершнями. Да и в чем назовем невидимое зло И безыменное? О таковых сердцах сказано Люди, сидящие во тьме. Сии советы мечом Божьим вырезать, Нечисто дышащие мысли И мучительные мнения трудиться. Павел. А на то место возвратит В сердца наши мир Божий. Он называет их началами, Властями. Весь мир во тьме неведения Божьего Заключившими. Совет частью началом именуется, Потому что как плод без семян, Так дело без советов не родятся. У Давида именуются мысли начинаниями. Растлили и омерзились в начинаниях. Именуются и главою Моисея. Сей сотрет твою главу. Непоганая сия глава. Двещет безумен в сердце своем. У Моисея же не называется семенем змеиным. Вражду положу. Теперь видно, что значит те змеи, О которых пишется. Послал Господь на людей змеев, Умерщеляющих и угрозающих людей. И умерли люди, многие сынов Израиля. Сия казнь родилась из роптания на Бога. А роптать не иное, что как не разуметь и не признавать Господа, Довольствуясь стихиями. Как говорят ропотники, Как быть может то, чего ощупать нельзя? Теперь видно, что значит тема египетская, Тема осязающая. Сия есть ночь страшнейшая, Ужасов и привидений исполнено, Неведение грубейшее и лютейшее. Взгляните на 17 главу Премудрого Соломона, О сих смертных мыслях и в книге Иова, Желч аспеда в чреве его. Ярость змеев досеет, Да убеет его язык змеин. А что сие все к стихийным мыслям принадлежит, Слушай, Михея, Полижут пепел, как змеи, Ползущие по земле, Сметутся в лежбище своем, О Господе Боге нашим, Ужаснутся и убоятся тебя. Сих-то проклинает рай И блаженство наше Господь. И сотворил ты сие, Проклят ты, паче всех скотов И паче всех зверей змеиных. А сих змеях давит, Язык их перейдет по земле, И застрели язык свой, как змеин, Что хвалишься в злобе сильной. Сие несчастье смертельным жалом Сердце человеческое, Дабы не умерщляло, Велит Господь Моисей Сделать медную змею, Чтобы она была маяком, Отводящим от злополучного пути безбожного И указывающим благополучный ход Познание Божие В рай сладости, В царство мира и любви. Когда змей, ползущий по траве, Выманивает сердца наши Из блаженного сада, То пусть и возвратит змей, Но уже вознесенный от земли. Сею же змеи не так, Как в Даниловой книге «Идол вил сей». Напротив того, Снаружи прах, Но внутри твердая медь И сила живого Бога, Плотским приодетая прахом. Сей змеи, Воплощенная есть премудрость Божия, Беседующая нашими словами, Но ведущая от земли на небо. Да избавит нас от ползущих змеев. К ней Михея говорит, Восстань и изломай их, Дочь Сиона, И борога твои положу железные, И ногти твои положу медные, И сотрешь людей многих. Сей змеи есть Христос, Слово Божие, Священная Библия. Я вопиец свет миру, Я пастры добрый, Тот сотрет. Если имеешь уши, послушай, Как чудно сей змей свистит, Плотнич тоже. Что слаще сей благой вести Сердцу христианскому? А сего-то змея благовестия Плотничник дает знать. Страшное слово сердца мужа праведного смущает, Весь же благая веселить его. Сей есть столб облачный, Изводящий Израиля из осязающей тьмы, Внетленное вечного. Сей лежит на падение и на восстание, Сей змеи с преподобным будет преподобный, Говоря к ним, Сын, если премудро будет сердце твое, Возвеселишь и мое сердце. Таков один вознесет змея, Как написано, Змея возьмут, Вознесут. Презирать мудрых советы, Значит, самому себе сжигать факел. Для беспрепятственного путешествия Нет важнее, Что есть полезнее и величественнее, Как узнать самого себя И сыскать в нашем пепле Погребенную искру, Божества. Отсюда рождается Благословенное онное царство Владеть собою, Иметь мощь, И на стремлениях душевных Всех тигров лютейших, Как на везущих колесницу львах ехать. Всех наук семена Внутри человека скрываются. Тут их источник утаен. А кто видит его? Сей есть один родник, Неисчерпаемый Всему благу и блаженству нашему. Он сам есть Онное блаженство, Беспричинное начало, Безначальная причина, В которой и от которой все, А она сама от самой себя И всегда с собой есть и будет. Посему и вечно, Всегда и по всему одна и одинаковая, Разумевшаяся и содержащая. Сия высочайшая причина Всеобщим именем Именуется Бог. Свойственного имени ей нет. Все блаженства Премудрые люди Уже в древнейших веках Нашли и наслаждались он им. А нам, заветом своим, Неоцененное то сокровище Оставили в наследии. Завет тот, Суть книги, Их и ворота к счастью. Премудрость и мысль блага Во вратах премудрых. У ворот сильных приедет, В воротах же города дерзая, Говорит, Мудрые жены создали дома. О сих-то книгах пишется. Страшно место сие, Не есть си дом Божий, И си врата небесные. Ешь мед, сын, Ибо благ есть, Да насладится гортань твоя, И уразумеешь Премудрость душою твоею. Если бы обретешь оную, Будет добра кончина твоя, И упования тебя не оставят. Все держащиеся ее в жизнь войдут, А оставившие же ее умрут. Сих премудростью в созданных домах Блаженный лот Пирует и упивается с дочерьми своими. Сих упился иной. Там пируют и братья с Иосифом. Пили же и упилися с ним. Не то они вино пили, Что пьют у приточника. Беззаконники. Ти питаются пищей несчестия, Вином же законоприступным упиваются. Но вино веселящее сердце. Видите, в каких книгах искать должно веселье, А что дело учить о нем? Все вино пьет небесный учитель В царстве отца своего С теми, о ком сказывают, Оглядев окрас себя, Сидящие говорят, Все мать мои, братья мои. Все вино есть от стола высокого, Упьются от тука дома твоего, От сего стола вкушает и Павел. Имеем алтарь. Познание сладчайшей истины Божией, Подобной вину веселящему. С теми же то делается, Что с неким древним мудрецом. Сей любитель истины И ревностной мудрости искатель От молодых ногтей многие лета, Между прочим, желал знать, Какой разум и тайна закрывается В образе треугольника, Который и ныне пишется В христианских храмах. А изнутри его или око смотрит, Или солнечные лучи льются. Наконец сокровенная сила Вдруг, как молния, Озарила души его. Скочил Пифагор, Начал руками плескать и кричать. Сыскал, сыскал, сыскал. Скажите мне, Кто б не почел пьяным, Взирая на него. Скакал и Давид играет на органы. Несут и ведут за ним кивот, С окрешенным внутри заветом Господа сил, Замок его Сион, А Давид перед ним пляшет. Конечно, Он спился или от меланхолии С ума сошел, Говорит, смотря в окошко Милхола, Дочь Саулова. А Давид на ее ругание, Несмотря, Что желал, Совершил. Поднес Господу Жертву всесожжения И жертву мира, Праздник радости И веселья. Наконец, И последовавших ему Израильтян Сделал счастливыми, Открыв им Господа сил. А у Милхолы, Дочери Саула, Не будет детище До дня смерти ее. 2 Царств 6 глава Не очень сладкого Рассуждения был бы Давид. И сам я чуть ли бы От смеха удержался В виде Давидова плясания О том, Что втащил в крепость свою Сундучище С каменными таблицами. Все многие и ныне делают, Всякий день целуют Евангелие И почти спят На семь камней С Исиаковым. Но веру я разумею, Что тайное воскресение Сила Под каменными Скрижалями сокровенная. Как Моисеева Из горящей купины, Так и Давидово Сердце озарило И наивпечатлелося Внутри его. Там и Авраам Увидел день Господень И возрадовался. Сие сам Давид Доказывает Сими словами Отразился, Запечатлелся На нас свет лица твоего. Иное дело Видеть камень с буквами И бумагу С чернилами Внешним оком, А другое Взирать тем взором. Возведите Ощи ваши И слышат теми ушами, Имеющие уши Слышат да слышат. И могти сказать С Павлом Написано Не чернилом, Но духом Бога живого На скрижалях Сердца плотских. Краски на картине Всяк видит, Но что Присунок И с живостью смотреть Требуется другое око. А не имеющий Оное Слеп в живописи. Скрип музыкального Орудия Каждое ухо Слышит, Но чтоб чувствовать Вкус утаенного В крепении Согласия Должно иметь Тайное понятие Уха. А лишенный Оного Для того Лишен движущий Сердца радости, Что нем В музыке. Самую Пламенеющую Усердием Душу Не скоро Входит Сияние Славы Божией. Когда придет Время Явишься. Блаженное Сие время На многих местах Назначено. У Исаии Тогда Творятся Очи слепых И уши глухих Услышат. Тогда Вскочит Хромой Как олень И ясен Будет Язык Гнусивых.